Налечение пенсии, организация деятельности жилево-споживецких кооперативов, поля общения жилевых умов, оснащение медицинских установ с участным обсталяванием. Старшин Агомельского облвыконкама Геннадь Соловей сегодня провел у Мазыры промую телефонную линию и особистый прием грамадян. Наши корреспонденты ведают подробязности. По колькости насильства в регионе город Мазыр другие после Агомеля. Але значных проблем, які потребуют у мешалинства керувника в области, тут напевно не шмат. У селяким выпадку на сабистый прием до страшыни облвыконкама записалися 7 человек. Пришим, некоторые из них проживаюць у Калинковицким районе. А прачата горошейни по значной часы агученных проблем проймалися раней, на самом высокем узровне. Але люди спробуют вернуться до их знов. Яше 9 человек звернулися на прямую телефонную линию. Пришим, мы заранее не только агучывали просьбы, але и выказывали падяки. За оснашение установ адукации спортивным инвентаром и на бытсё для районной детячей больницы сучасного аппарата для ультрагуковых доследований. Его набыли за сродки, заробленные под час суботника. Одночасово за ГТШ-гроши для установы набыли аппарат для выявления порушений работы сердца и круглосуточного вымирения артериального тиску. Сегодня больница обслуговывая больше 27 тысяч детей и подлетков. Новое обслуживание дозволит значительно повысить якость для шэння. Ранее у нас был аппарат среднего класса. В настоящее время мы приобрели аппарат высокого класса, который даёт возможность большего разрешения. Это видна картинка более лучшая. Это можно заподозрить какие-то мелкие нарушения, мелкие изменения. Это очень важно в правильной постановке диагноза и в дальнейшем лечении ребёнка. Ещё один звонок на прямую телефонную линию тыжится развитие творческих дольностей у школьников. У связи с аварийным станом, будынком, у Мазыры закрыли Центр творчести детей и молодзи. Зараз занятки гордков проводятся у розных школах города, что вельми незручно. У минулым годзе центру передали былы будынок суда. И Мазыран вельми цекавить ход реконструкции. В текущем году мы в Мазыр вкладываем большие денежные средства для модернизации всех улиц и объектов. Поэтому до конца года мы постараемся это максимально ускорить. Возьмём на контроль данное здание по ремонту и постараемся его сделать до конца года. Но позиция такая, чтобы сделать... Мы планируем к дожинкам всё сделать, который будет в сентябре, в октябре месяце. Поэтому, по крайней мере, до первого ноябра мы сделаем его. После завершения прямой телефонной линии наша здымочная группа наведала будынок, где будет находиться Мазырский Центр творчести детей и молодзи. Проект его реконструкции уже распроцованный и находится на узгаднении. Некоторые ремонтные работы дадутся. После отримания усёй необходной документации залы былых судовых посаджений переобстолюсь в помешкании для занятков танцами и проведения репетиции. Выхованцы Центра з'являются удельниками усих проводимых у Мазыры святочных мероприемств. Работают на этом здании наши местные организации строительные. Осуществляется контроль УКСом, поскольку УКС является основным заказчиком. Ну и, конечно, мы тоже контролируем и районный исполнительный комитет. В здании пытаемся создать условия, которые нам необходимы для работы с детьми по разным направлениям. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.